друзья всем привет сегодня 8 ноября четверг и у нас внеплановое видео рассказываю сижу вчера вечером дома посматриваю ютюбчик и натыкаясь на несколько видеороликов связанных с перекупами где люди рассказывают вот занимаюсь перепродажи автомобилей неплохо зарабатываю покупают бывает убитые машины доделываю прям по минимуму и также продаю их и все все довольны покупают люди уезжают бизнес самый натуральный я уверен многие из вас про это уже слышали многие натыкались естественно канал макса шелкова который показывает как люди покупают автомобиль не бит не крашен отдают денег а потом узнают о том что это там перевертыш ну и так далее начинаем маленько копать процесс тоже раньше наш но никогда этим не интересовался знаю прекрасно как работают все подводные камни ну большую часть подводных камней но тут мне стало интересно что же они рассказывают о том что у каждого официального дилера уже есть свой там менеджер условно который принимает автомобили в трейд-ин если хороший цена низкая звонит ну и так далее но в основном также они покупают автомобили где автору либо авито авто каждый день там сотни людей выкладывают машины они отсматривают объявление как только что-то вылетает интересно тут же едут смотреть тут же начинают торговаться если удается сбить цену забирают машину после чего легкий марафет и выставляет ее на продажу уже по более высокой цене таким образом зарабатывают бабки но зачастую они превращаются в неких падальщиков которые покупают битые машины также их доделывают опять-таки выставляет под видом не бит не крашен для того чтобы найти своего лоха и заработать еще больше денег и мне стало интересно вот что на текущий момент есть на автору избитых автомобилей подчеркиваю это ни в коем случае не реклама автору либо авито авто к сожалению никто за это не платят хотя могли бы в общем давайте присядем с вами в автомобиль он у нас будет играть роль некого кабинетика я вам покажу что сейчас есть в продаже и что в реально в ближайшем времени вполне возможно появится на тех же самых сайтах под видом не бит не крашен покупай от первого владельца с минимальным пробегом пойдемте посмотрим и вот мы уже с вами в камре 35 серьезная тачка как вы знаете в скором времени мы снимем интересное такое сравнение вот это камре 35 моя которая постоянно засирал и поставим рядом двухлитровую mazda шестерку просто сравним эти два автомобиля я как владелец это сделаю но не об этом суть сейчас зачем я записываю вообще данный видеоролик друзья я лишний раз хочу вам напомнить о том то что стране и вообще вокруг нас творится вот черти что и люди от на чем можно заработать на том и пытается заработать то что казалось бы хлам самый натуральный забирают доделают восстанавливают выставляют обратно на продажу нам понадобится компьютер нам понадобится доступ в интернет я сейчас включая запись экрана и все вам детально буду показывать погнали заходим на автору я сделал подборку по следующему принципу значит открываем 2015 год toyota camry для того чтобы просто понять почем продаются автомобили с двигателем 2 и 5 ну от 2 и 5 литра самая низкая цена 1 миллион 50 тысяч рублей понятное дело что первое предложение можно пролистывать ну как правило это обман и вообще здесь обманов очень много будет битые автомобили будут под видом не битых автомобили с криминальным прошлым в общем что угодно может быть нужно каждый автомобиль смотреть детально для чего мы это смотрим для того чтобы вообще в целом понять почем продают автомобили вот я полазив понимаю что среднем цена будет 2 миллиона 102 миллиона 200 тысяч рублей в этом диапазоне и вот что мы сделаем с вами дальше мы с заходим заново открываем все то же самое только выбираем параметры только битые автомобили на текущий момент 8 ноября 2018 года в продаже рестайлинговой версии 4 автомобиля и вот давайте пробежимся по каждой из них я всех приглашаю в комментарии особенно тех кто перекуп либо занимается либо же работает в автосервисе в общем люди которые разбирают специализируются на автомобилях первый лот так скажем это у нас автомобиль по цене 250 тысяч рублей точнее то что от него осталось автомобиль 2014 года сгоревший вот так он выглядит и человек просит за него 250 тысяч рублей казалось бы за что ну я думаю любому из вас будет понятно что здесь самую ценность представляет оригинал птс но по объявлению у нас здесь указано что один владелец и это казалось бы круто но почему можно купить этот птс за эти деньги автомобиль уходит в утиль то есть все на металл сдали все пожалуйста а вот птс это уже покупает он некий такой скажем так криминальный человек который далее находит автомобиль угнанный перебивает в номер и у него уже оригинал птс с которым будет проще куда-то идти что-то с ним делать продавать у кому-то из нас да и таким образом можно будет купить криминальную тачку но с оригиналом птс но объявление выложено 18 октября 1164 просмотра у него уже есть задаемся вопросом почему его еще никто не выкупил в первую очередь цена понятное дело высокого вторую очередь здесь даже написано сразу что автомобиль может иметь ограничение по регистрационным действиям раз и в птс заявлено четыре владельца в объявлении указано 1 собственно я так понимаю то что это вообще возможно перекупы эту машину убитую купили тысяч за сто так и выставили за 250 мол стоит на денег не просит но факт в том что вот первый вариант того что пожалуйста намек на криминальные действия по-хорошему вообще может быть это полиция знаешь прикормку кинула и ищет тех кто приедет за птс очка а зачем тебе птс от этого автомобиля надо проверять таких людей это первый лот напишите ваше мнение что вы думаете по этому поводу кто такие машины реально может покупать идем дальше вторую скажем так вот автомобиль 2016 года 130 тысяч пробег один владелец битый открываем начинаем смотреть состояние автомобиля вот в таком состоянии прибывает автомобиль то есть понимаем что это самый настоящий перевертыш машина в ужасном состоянии то есть все разбито он перевертыш что тут надо что-то еще добавлять что пишет сама здесь перевертыш двигателя кпп целая без вложений заводится полный комплект ключей обмен неинтересен на запчасти отдельно не продаю пометка сразу потому что кто-то захочет руль себе купить кто-то захочет себе кожаное сиденье вырвать и так далее 3 5 литра автомобиль коробочка 130 тысяч пробег значит ценник за автомобиль 780 тысяч рублей друзья вот смотрите давайте предположим так что мы приедем поторгуемся 750 но в лучшем случае в лучшем случае тысяч за 700 его отдадут раз сколько нужно денег чтобы этот автомобиль довести до нормального состояния но я могу только предположить что тысяч триста с учетом того то что дешевый сервис дешевая рабочая сила будут какие-то элементы ставится не оригинальные что-то работать не будет понятно дело машина в хлам ну самый настоящий хлам тем не менее есть в нее вложить тысяч триста и поставьте она будет внешне ну по крайней мере по объявлению конфета вот этот автомобиль 16 года пробег мы естественно крутанем не мы а я как бы рассуждаю с точки зрения перекупа как они на это смотрят то есть пробег крутанем выставим за один миллион сто пятьдесят тысяч рублей например и напишем то что было какое-нибудь легкое дтп из серии там притерлись тут притерлись ну для того чтобы когда приедет человек можно было сказать да снимали тут капот там красили от сколов и так далее и самое что удивительное кто-то наверняка сможет на это запросто клюнуть почему еще не взялись у наверняка приезжали смотрели потому что мы автомобиль от 7 августа висит наверное очень сильно печальное состояние надо вкладывать не 300 тысяч а гораздо больше а человек которого продает есть вероятность то что это какая-то компания может быть не хочет двигаться по цене потому что все упирается в бабки если есть возможность забрать подешевле восстановить и выставить по-любому найдутся люди сейчас конкуренция среди перекупов она огромная вы вдумайтесь вот такой просто хлам вот банка блин банка сама натуральная которую по-хорошему все утиль не нифига ее еще продают только продают за 780 тысяч рублей просто жесть 3 значит здесь картина немного полегче немного приятнее 2015 год 67 тысяч пробега опять-таки это заявлено 67 тысяч один владелец битый автомобиль значит автомобиль по данным участвовал два раза в дтп один хозяин у него куплена она в 2016 году сервисная книжка pts оригинал два ключа мотор и коробка целая двигатель у нас объемом два с половиной литра небольшой торг и вот давайте смотреть что мы получим вот просто было очень классное состояние да вот вы просто посмотрите просто морда вот самое страшное что может быть да в дтп это разбить морду автомобиль потому что там двигатель все узлы агрегаты самое основное но не так страшно было бы если бы тоже самое происходило бы жопой но нет морда тем более колеса боком стоят это вообще страшно восстановить автомобиль запросто приехал посмотрел конфета стоит на серьезность делают конфету разогнал 160 вибрирует в тачку влево вправо носит и сделать уже ничего не сможет такое тоже может быть я уверен машина в печальном состоянии вы сами это прекрасно видите задний бампер притерт но здесь как бы понимаете сами что это вообще цветочки по сравнению с общим состоянием автомобиля то есть скрытых повреждений очень много понятное дело приехать смотреть его но здесь просто мясо самое натуральное но бита передняя часть то есть сильно убита морда соответственно ценник автомобиля восемьсот десять тысяч рублей восемьсот десять тысяч ну поторгуемся но за семьсот пятьдесят он ее отдаст то есть тысяч на двести на двести пятьдесят я предполагаю что это по-хорошему вложиться то кто будет вкладываться по-хорошему я думаю ее смогут восстановить и за сто пятьдесят ну блин вот в сто пятьдесят мне кажется запросто здесь можно будет вложиться сделать прям очень хорошо качественно но как вы знаете даже послушав любого перекупа делать хорошо качественно они это делают только если для себя забирают машины либо же кому-то из своих друзей там знакомых товарищей будут перепродавать если же просто собрать ее и выставить на продажу будет самый херовый ремонт самый дешевый самый некачественный вот вы вдумайтесь да 800 тысяч доложат 150 950 200 миллион миллион обойдется им автомобиль выставят вот миллион 100 миллион 150 опять-таки 150 рублей себе запросто накинут вот номер 4 финальный у нас лот 2016 год 72 тысячи пробега один владелец смотрим то есть бит у нас тоже также морда принципе картина та же самая но ценник еще выше 920 тысяч вот за что человек просит 920 тысяч за морда разбитая куда-то он приехал просто в отбойник но видимо где-то не справился с управлением подушки да все повылетало из руля но это все это тоже это сколько денег нужно в нее вложить чтобы реально привести в божеский вид прямо в хорошее состояние так ведь никто этого делать не будет подушки никто менять не будет соберут автомобиль просто сикаюсь накаясь вот так чтоб он внешне нормально смотрелся поставит в день когда ты приедешь его смотреть и скажут все классно легкое дтп бампер меняли и вот она вам пища для размышлений для чего я вам это показываю ну вы просто вдумайтесь ведь реально же кто-то заберет ведь начнет цена со временем падать за 920 меньше будет звонков поставит 890 и дойдет до того что придет человек заберет ее восстановит и выкинет ее на автору потому что когда там так же лазишь то есть многие автомобили можно найти вот сюда к слову о нашем спонсоре да вот автокод я вам про него рассказываю периодически друзья вот вы должны понимать что когда вы покупаете автомобиль если вы идете на вторичку обязательно все машины проверяйте через автокод все смотрите есть у вас знакомый в гаи ему звоните пусть по максимуму все что можно поднимет про автомобиль потому что врунов и обманщиков очень много если вдруг вы отправляетесь сами смотреть автомобиль в первую очередь всегда начинать с проверки документов никогда не смотрите на автомобиль это приехали тачка стоит классное все диски новенькие все идеально даже не начинайте с этого в первую очередь берете птс смотрите сколько там владельца смотрите оригинал не оригинал проверяйте на подлинность документы раз после чего стоит продавец просите его документ чтобы понять владелец этого автомобиля или нет если же начинается история о том что машина жены а фамилия другая если же начинается история о том, что помогая другу, друг уехал. Вы сами прекрасно понимаете, что это просто-напросто перекупщик, и он на вас заработает. А если перекупщик, то уже он накинул на эту цену свои услуги. И самое главное, что есть подводные камни, что автомобиль может быть в печальном состоянии. И в базах данных, в некоторых, это может не отображаться. Потому что если вот такое ДТП произошло, и ты никуда не заявил, ты въехал в столб, ты не стал вызывать гаишников, ты вызвал эвакуатор, забрал тачку, сделал ее. Кто узнает, что она у тебя была в ДТП? Да никто не узнает, никакой тебе сервис никак это не покажет. Но нужно проверять. Но зачастую такие столкновения автоматом гаишники попадают в базу данных, и таким образом нам с вами, потенциально покупателям, гораздо проще найти живой автомобиль. Многие скажут, а что ты там вот камри-то показываешь? Друзья, да здесь вообще полно автомобилей. Вот я зашел также Мазду посмотреть. Вот, 15-й год, и вовсе начинается с цены 480 тысяч рублей, 650 тысяч рублей. Но, подчеркиваю, на некоторые автомобили эти висят уже ограничения, что с ними ничего сделать нельзя. Ты покупаешь и так хлам, так еще и оформить его через год никак не сможешь. Поэтому будьте максимально бдительны, будьте максимально внимательны. Что творится на вторичке, это самое натуральное мясо. Вот я просто порой сижу, удивляюсь, думаю, блин, что же происходит? Так и самое интересное, что перекупы сейчас жаловаться начинают, потому что конкуренция большая. Людей увольняют с работы, сами уходят. Разок попробовали перепродать тачку, на ровном месте получили 50-100 тысяч рублей, и все. И они уже в теме, они уже хотят продолжать этим заниматься. И я не ошибся, я не оговорился, да, да, за 20-30 тысяч рублей никто бегать из них не собирается вот такими вещами заниматься. 20-30-ка, это условно ты купил хорошую тачку, которую реально заберут за 800 тысяч рублей, но ты ее забрал за 770, и вот и тут же разницу эту себе обратно вернул. Поэтому, друзья, будьте максимально внимательны, кому интересно, а вторую, все это в открытом доступе, можете ради любопытства полазить, посмотреть, что люди продают под видом вот самого натурального хлама, и что в дальнейшем будет представлено на том же самом сайте под видом идеального автомобиля, а не битого, не крашного. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваше мнение по поводу всей этой ситуации, что происходит у нас на рынке, да и вообще в мире в целом, высказывайте полностью ваше мнение. До новых встреч, всем пока-пока!